Четырёх сахалинцев обвиняют в смерти жителя села Чистоводное. Трагедия произошла в Холмском районе в мае этого года. Компания друзей устроила застолье на даче. За очередным стаканом горячительного один из мужчин пожаловался, что конфликтует с 54-летним местным жителем. Посовещавшись, приятели решили поговорить с обидчиком товарища и позвали его к себе. Сахалинец пришёл, вот только беседа превратилась в избиение руками, ногами и палкой. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия. Расследование этого уголовного дела завершено, его материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Если вину сахалинцев докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы. Труп мужчины обнаружили при тушении пожара в Южно-Сахалинске 26 сентября. Сигнал о возгорании в одном из домов по улице Комсомольской поступил в 20-28. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС и дежурное подразделение поисково-спасательного отряда города. Из здания эвакуировали 13 человек, в том числе двух детей. Для того, чтобы попасть в горящую квартиру на первом этаже, пришлось вскрывать входную дверь и оконные решётки. В комнате горел диван. За 40 минут пожар ликвидировали. В помещении обнаружили тело 70-летнего жильца. Как сообщили в Следственном комитете, смерть сахалинца не носит криминальный характер. В ведомстве проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначен ряд судебных исследований. МЧС России предупреждает. Пожарный извещатель поможет предотвратить трагедию. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. 26 сентября в Политехническом колледже САГУ потушили условный пожар. На базе учебного заведения прошла тренировка сотрудников МЧС. По легенде учений, возгорание произошло на первом этаже здания. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. В результате чего преподавателями и персоналом учебного заведения было эвакуировано порядка 200 человек. На месте руководитель тушения пожара сформировал звенья газодымозащитной службы. Они обследовали помещение колледжа. Убедились в отсутствии пострадавших и приступили к ликвидации условного возгорания. В тренировке от главного управления МЧС приняли участие пять огнеборцев и одна автоцистерна. Без дополнительных вводных с задачей справились в кратчайшие сроки. Сахалинец предъявил госавтоинспектору поддельные права. 26 сентября правоохранители остановили иномарку в районе дома номер 103 по улице Физкультурной. Автомобилем управлял 28-летний мужчина. При проверке его документов сотрудник ГИБДД заподозрил, что водительское удостоверение не настоящее. Не совпадает цветовая гамма рисунка, отсутствует голограмма и размытое фото. По данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вину водителя докажут, ему грозит до одного года лишения свободы. Троих браконьеров с крупным уловом задержали в Долинском районе. Недалеко от реки в селе Сокол сотрудники отдела госконтроля надзора и охраны водных биологических ресурсов остановили для проверки автомобиль. В багажнике они обнаружили икру. На место вызвали полицейских. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли из автомобиля шесть пакетов с более 95 килограммами красной икры. А также задержали троих молодых людей в возрасте 19, 25 и 27 лет подозреваемых в ее незаконной добыче. По версии полиции, действуя сообща, граждане незаконно выловили киту в период ее нереста на реке Большой Такой. А затем заготовили из нее икру стоимостью свыше 27 тысяч рублей за один килограмм. Причинив своими действиями ущерб на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Изъятую икру поместили на ответственное хранение. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Сахалинец 15 дней переводил деньги аферистам. В полицию Холмска обратился 62-летний местный житель. Еще в начале сентября мужчина увидел в интернете объявление. Якобы некая компания готова помочь пенсионерам подзаработать. Потерпевший перешел по ссылке и связался с менеджером организации. По совету специалиста, житель островного региона перешел по ссылке и скачал некую бизнес-платформу. В дальнейшем он оформлял кредиты и переводил их на чужие счета. Холмчанин лишился 1 миллиона 387 тысяч рублей, а прибыли так и не дождался. 71-летняя Южно-Сахалинка поверила, что на ее имя оформляют кредит. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По его указанию, женщина установила программу, якобы для блокировки мошеннических действий. Вот только приложение помогло не ей, а аферистам. Со счета жертвы списали почти 50 тысяч рублей. Оба потерпевших обратились в полицию 26 сентября. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Правоохранители устанавливают личности и места нахождения, причастных к преступлениям. Субтитры создавал DimaTorzok